только зашла домой сейчас пожарю картошку себе настругаю салатом будет у меня такой обед и потом опять работать сегодня прям у меня такое ощущение что сегодня суббота знаете я не знаю почему наверное по количеству клиентов приехала даже попозже ну да ладно еще вечером отработаю а завтра еще целый день если потом воскресенье вообще погода суперская видно уже надо что красную машине так жарко 31 градус показывает представляете но это не не это только в машине она нагрелась все надо открыть шторочку потому что на улице в принципе так же как и дома ладно буду готовить и отдыхать свою чучу мучу есть ой батарейка садится оказывается вкусно вкусно ему он уже сожрал а я еще мне только готовить открыла балкон на спальне мама этот загорает наверху мама загорает наверху поэтому будем проветривать в общем с одной рукой он не понимает что от него хотят поэтому переключаюсь пойдем в общем работку работать я не открываю когда дома потому что найти сквозняки я так один раз уже открыл нафиг потом заболела вот все равно сейчас такая погода одна эти опасность что ли потому что вроде бы как тепло да хорошо на первый день или второй вчера тоже нормально было из-за того что сквозняки все такое можно очень легко завалить мой лук вот шарфик легкий такой поэтому и такие вот кроссовки кеда не знаю всегда выхожу из лифта я первым потому что может быть опасность в виде людей на которых может чарли погаскать для него же это все собственность все этажи его машина все это его ждет я вот так его убираю и выхожу первая и выхожу пирте как у нас хорошо мы потом еще поедем на это на море поэтому ой у меня машина была открыта представляете ой я просто когда приехала в чарли вышел и тут шла соседка да и он на нее погавкал немного и я видимо забыла и не закрыла машину ничего страшного у нас особо то никто не ворует в общем поеду работать видите у нас на площади ресторан открыт все кушают хотя время уже ну 5 в испании в это время уже не кушают но это видимо иностранцы а иностранцы по барабану когда кушать ой прям весна вот сегодня весна так классно сейчас фотку в инстаграм забасаю так что подписывайтесь на мой инстаграм там тоже бывает красиво и иногда такая дурочка в общем у меня как это часто бывает у парикмахера забился раковина вот это здесь волосы и шампунь краски и естественно все это очень часто забивается и никакие вот эти средства они не помогают кроме берем каустическую соду сейчас каустическая сода это из чего делается мыло мыло же делается из масла подсолнечного или сливочного подсолнечного или оливкового использованного ну хотите не использованные но не использованные дорого получится и вот каустическая сода насыпаем ее вот сюда в раковину я туда ее немного протолкнула даже вот сейчас у меня вот такой чайничек есть кипячу воду и кипяченую воду прямо туда в раковину пробивает все я не знаю на ура сейчас посмотрим чайник у нас закипел вот что-то мне так приблизилось все и теперь просто заливаем видите сразу ходит видите как все прочистилась сегодня с утра она мне вообще не уходила вода вообще вот там мыло а там уходила каустическая сода и кипяток видите женщина сидит там даже нету и надо же было чарли вот прям перед ее носом сесть и свои дела делать но это вообще пипец у него еще и прилипло там все и я перед ее носом все ему оттираю это вообще выбрал место он все везде пустынно нет он прям в шаге от нее узел ой ветер на пляже такой прохладный но я бы не сказала что прям ледяной смотрите у нас тут мокрый тузик я ему жопу помыть не собиралась так как он ее измазал но потом думаю всего его искупаю да видите у меня какой злой вы говорите ой он тут в дырку залез это у него специальное полотенце для него ну все пиши пропала теперь он будет бегать вот так вот по квартире вытираться вот тут будет вытираться вот тут вот 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 так вот так вот так вот так вот так видите я когда его искупаю всегда ему даю вкусняшку потому что купаться ему не нравится совершенно и чтобы компенсировать его чуть не свалился скользко ему не могу ржать такой вот и чтобы компенсировать стресс я ему даю вкусняшки и хочется вытереться вкусняшку сожрать сейчас дома тепло поэтому сушить его не буду вообще я его за зиму ни разу не купала у меня на него грязь как-то не это не липнет поэтому зачем купать зря собак вообще нежелательно купать часто вот теперь будет по квартире бегать пока он тут бегает я пойду белье сниму вчерашнее мой свет выключить на он весится по кровати то почти сухой да ты уже почти сухой вообще сегодня так тепло дома даже я вот в этом халате мне так жарко я кое-какие дела поделала прям жарко а еще я прошлой ночью себе вот тут прямо корябала мне даже проснулась представляете царапки нужно или антицарапки нужно одевать как маленький так резанула прямо у меня вот тут родинка небольшая и вот она коркой покрылась я ее сейчас опять содрала осень пипец какой-то вот сейчас буду монтировать вложек все дела завтра суббота а на следующей неделе уже страстная неделя там у нас пятницу выходной ну как он весь у всех четырех и пятница но я два дня не буду закрываться потому что но это слишком много для меня а вообще у нас уже у детей каникулы с сегодняшнего дня поэтому ни учителя не детишки не учатся и не работают но а мы обычные бедолаги будем работать как обычно некоторые парикмахерские даже в понедельник открываются в пасху но не в пасху а симона санта страстная неделя поэтому но у меня такая клиентура клиентура что нет не стоит хотя мог если позвонят конечно поеду но нет а вот следующую четверг и пятница но я только пятницу да это уже официально у всех все никто не работает но я вам по-моему вчера об этом говорила и пятницу то но может и не работает но зато в субботу всех токс и пятницу не пришел будут субботу прийти поручи короче субботу буду как всегда в двойной мере пахать денежку зарабатывать а потом там начнутся первые причастия всегда после пасхи начинаются первые причастия в мае прям а там еще майские праздники крузды майю это майский крест гранаде это вообще очень супер праздник у нас тоже по-моему третьего числа выходной мая но это уже в мае будет у нас в этом городе где я работаю нету праздника то есть вообще дурдом вы знаете иногда здесь праздник а где я работаю нет праздник и так неудобно приходится работать или наоборот везде птички поют так тепло так хорошо ну что-то не включаясь что-то не включается не хочет программа для монтажа открываться наверное придется перезагружать у меня ноутбук не выключается вообще иногда и когда он не выключается целую неделю ну или два-три три-четыре дня три-четыре дня он не хочет уже работать хорошо и начинает меня бесить 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 а у меня вчера знаете большой брат закончился представляете победила так то я и хотел хотела в общем но начнется через несколько через неделю наверное через две последний герой там будет что-то с чем-то у нас есть такая знаменитая супер знаменитая певица зовут ее господи изабель пантоха это что-то типа аллы пугачевой в россии вот но у нее там такая судьба что пипец сейчас раскраска вкратце расскажу в общем изабель пантоха у нее двое детей есть один сын и дочь приемная и дочь приемная мехико или что-то оттуда в общем похоже на мехи на мексиканку или уругвай в общем что-то оттуда оттуда так вот а еще она несколько ну много лет назад но немного может лет двадцать назад была любовницей ну как отбила даже у жены в общем марбея есть у нас город недалеко это провинция малага это очень туристический город там уже очень много богатых людей и в общем богатый такой город там все роскошно скажем так и вот этот мэр отмывал деньги наворовал много денег и вот в те времена это пантоха с ним встречалась вот и вышло все это наружу буквально может лет десять назад и их начали в общем в суд вызывать обвинять чтоб деньги естественно с мэра его поперли и вот эту пантоху тоже начали обвинять в обмывании денег воровстве он типа деньги приносил в пакете представляете в мусорном домой она типа такая брала и ничего не знала там и жену его бывшую привлекли и и и в общем к чему я это все говорю их посадили даже эту изабель пантоху представляете нашу пугачева посадят в тюрьму вот да здесь ее посадили в тюрьму она по моему год или полтора сидела в тюрьме супер большие штрафы выплатила самое прикольное собирали есть штрафы эти чуть ли не всем миром куда она эти миллионы дела непонятно вот дети ее живут за счет ее имени то есть ходят по передачам и делал делают всякие откровенные разговоры про свою семью в общем им за это деньги платят и вот сейчас был большой брат там ее сын был вот он был тоже вчера финале с одной женщиной но не выиграл даже никакие деньги не помогли так вот это пантоха после того как она вышла из тюрьмы это прошло года два или три назад дала пару концертов и все и больше не давала у нее типа и денег нету и все эти миллионы ее закончились и к чему я это и вот она два года не появлялась ни на телевидении нигде не появлялась все там за ней только бегали естественно репортеры все чтобы снять ее приглашали на всякие передачи они никуда не ходила а тут бац представляете она типа отправляется на во первых она вчера к сыну пришла на передачу там ну родители приходили и она пришла все офигели во вторых она идет на последний герой то есть представляете наша пугачева идет на последний герой на передачу у них и возраст по моему даже где-то одинаковый так вот она идет я говорю это сколько же ей обещали заплатить что она идет на такую передачу это же офигеть сколько надо денег ей было платить ну вот вкратце вам рассказал представляете какие тут страсти тут страсти кипели а тот мэр который наворовал намного наворовал денег тоже по его посадили в тюрьму он должен был отбывать естественно больший срок но у него типа он сильно заболел да он там сидит его показывали он такой сильно худой там весь еле ходил в этой тюрьме и в общем по болезни его выпускает на домашний арест как вы только вы выпустили на домашний арест через пару месяцев он уже бегал по пляжу и смог с малой с молоденькими девочками представляете ой не могу и да и даже его бывшая жена тоже как в этих всяких передачах участвовала в общем тут такое тут один канал есть телесеньку там только вот эти вот разборки между знаменитостями всегда идут вот деньги зарабатывают они тем что выходят значит на этот канал и начинают разговаривать про свою жизнь обсирая в общем в принципе тех кто кто им насолил в принципе в ютубе знаете очень много каналов где происходит все то же самое когда не о чем поговорить можно обострять какого-нибудь другого ютубера и все будет зашибись потом тот ютубер обосрет тебя мой вот куда происходит такое последнее время я заметила и и вот так а у нас тут на телесеньку происходит я все смотрю эти разборки когда на работе бываю как раз она начинается в 4 по-моему до 6 вот сейчас тоже идет но уже тут я не смотрю и чтобы быть в теме и можно поговорить с клиентами а этих темах а вот вы знаете они там как ругаются все друг друга знают мой там я не могу и вот мы обсуждаем все это с моими клиентками вот вам немного рассказала так вот ну ладно буду ждать пока у меня там все загрузится и буду с вами прощаться до завтрашнего дня завтра так спит сладко я бы так искупала специально у него шампунь есть надо ему теперь ошейник одеть до чистый чистый мальчик чистый 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 такой лохматый сейчас будет жопу измазал думаю чё ему жопу одну буду мыть всего его искупаю правда он не любит ой ну все разбудила ой ну разбудила ой ну разбудила ой ну разбудила ой 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 всем пока пока